Всем привет ребята, с вами Джофф и сегодня я вам расскажу про хладную историю. Все дело в том, что примерно 2-3 недели назад мне один из зрителей прислал просто шикарный подарок. Во-первых, он прислал мне 55555 золота. И хотя в золоте в принципе у меня недостатка нет, спасибо нашему доброму Wargaming, но все равно такой знак внимания был мне весьма приятен. Но главное не в этом, главное в том, что он такой подарок использовал для того, чтобы доставить мне одно сообщение. Во-первых, он мне доставил код на премиумный коробочный танчик БТСВ, который дает танчик, там сколько-то дней према и 10 тысяч калды. И этот мужчина, я так подозреваю, учитывая, что он потратил 250 долларов просто на подарки Джоффу, этот мужчина попросил, говорит, Джофф, братюня, там, сними, пожалуйста, гайд по БТСВ, жду именно от тебя его, хочу узнать твое мнение об этом танчике. Ну и понятное дело, я просто не мог этому человеку отказать. И сегодня поэтому вы видите этот гайд. В принципе, ребята, я мог бы его уже давным-давно снять на пресс-аккаунте, но, честно говоря, на прессе я, ребята, уже давно не играю, использую его очень редко для каких-то отдельных стримов, да, когда я там или кого-то интервьюирую, или там цель не нагибать, а что-то еще, ну и так далее. И так как, ребятки, подарочных комплектов у меня никогда не было, то и танчиков, понятное дело, этих у меня не было. Но вот у меня появился БТСВ, и я начал его выкатывать. И, честно говоря, первое время я не обратил на него какого-то особого внимания, в том плане, что он мне показался совершенно заурядной машиной. Точнее, заурядной, если сравнивать его с германским аналогом из подарочного пакета, который называется ПЗ-2АУС-Джей, тот, который третьего уровня, и у которого на третьем уровне броня 80 мм лоб. Вы можете найти обзор по этому танку у меня на канале. Этот танчик, у него нет абсолютно никакого особого орудия, да, он никого не может пробить, но танкует он просто божественно. И убить его на третьем уровне может только артиллерия, или фугасные ПТшки типа Т-82 и Т-18. Так вот, ребятки, по сравнению с этим немецким монстром, мне БТСВ показался какой-то, ну, абсолютно никакой машиной. Но это, ребятки, было только первое обманчивое впечатление. На самом деле, ребята, БТСВ очень прикольный. Во-первых, конечно, он более динамичный, чем ПЗ-2АУС-Джей. Он реально, он разгоняется достаточно долго, да, по меркам песочницы, или по меркам разных там БТ-7 и ПЗ-3Ц. Но, когда он же разгонится, он хорошо держит динамику, в общем, может догнать даже какого-то безумного светляка. Хотя, о чем я говорю, тут же одни легкие танки, других и не бывает. И еще, ребятки, есть такая особенность у БТСВ, он танкует. Я вот на самом деле первые пару боев ездил, врывался и не понимал, почему меня иногда противники не пробивают. Даже учитывая то, что я очень часто попадал в середину или вниз списка, вот как в этом бою. Что тут такого в этом танчике? Там же 25 мм брони, по идее, меня должны все прошивать. Но я, ребята, забыл. Я забыл, что броня у БТСВ под очень рациональными наклонами. Почему он похож на такую мыльницу? Почему он выглядит как какой-нибудь поплавок? А все потому, что у него офигенные наклоны. Что ВЛД, что НЛД. После этого я зашел на специальный сайт и посмотрел, что же там у нас получается в целом по приведенке. А получается, что у нас где-то 45 мм ВЛД, НЛД и того больше, там примерно под 50 мм. И при этом, ребятки, у нас просто шикарные борта. Если пытаться танковать ромбом или, самое жирное, пытаться выкатываться на кого-то бортом, как это делает ИС-4 или ИС-100, то у нас там приведенная броня может быть целых 100, 120, 140 или даже 150 мм. Вы это себе представляете? Броня бортов целых 150 мм. Именно поэтому, ребятки, меня очень часто в каком-то динамичном бою иногда не пробивали противники. Просто потому, что я на них несся, немножечко там финтовал, понятное дело, своим корпусом, где-то что-то пытался довернуть, и они стреляли в борт и не пробивали. Вот в этом, ребятки, вся суть БТ-СВ. Да, у него нет супер имбовой брони, у него, в принципе, неплохое орудие с уроном в 50 и примерно с таким же пробитием. Это, в целом, по всем показателям усредненный танк. Но при этом он хорошо двигается, он хорошо стреляет, он хорошо пробивает, и он может танковать. И в этом, ребята, его плюс. Он на третьем уровне такой вот весь себе универсальный. Не говоря уже о том, что он редкий, уникальный. Он может фармить, и у него просто очень забавный внешний вид, как у Микки Мауса. Ну, особенно, когда его уничтожат, если вы понимаете, о чем я. В общем, ребята, по итогу могу сказать, что машинка может быть не такая уникальная, как немецкий коробочный танчик, но при этом, по-своему, у нее есть свой шарм, есть очень неплохие характеристики, и даже есть те характеристики, в плане брони, о которых вы не подозреваете, просто рассматривая их в ангаре. Это все, ребятки, приходит с опытом и с практикой. Так что, если немецкий ПЗ-2 Аус-Джей, это просто такая вот крепость на гусеницах, которая ездит, всех танкует, но при этом сама никого не пробивает, то БТСВ, это, конечно, не крепость, но тоже танчик, который может неплохо танкануть, но при этом он еще и быстро ездит, и пушка у него для третьего уровня, ну, в принципе, как во мне, хорошая. Возможно, конечно, кто-то со мной в комментах не согласится, но сразу вас, ребята, предупреждаю, я не профессиональный педобир, и там как-то суперскиллово в пушках третьего уровня особо не разбираюсь. Вот такое вот, ребятки, у меня сложилось мнение о БТСВ. Пишите в комментах, что вы думаете об этом танчике, если он у вас есть, жмите лайк, подписывайтесь на канал, ну и, конечно, оставляйте в комментариях свои пожелания по обзорам на следующие танки, по какому танку сделать следующий видос. На этом у меня все, ребятки. Всем спасибо, всем пока, и не обращайте внимания, что я записываю таким вот спокойным и тихим голосом. Просто сейчас уже очень поздно, я готовлюсь к самолету, и... ну, и все, в принципе, я очень устал. Но все равно, ребятки, спасибо, что посмотрели, и всем пока, удачи, увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok